Жители домов на проспекте Космонавтов не досчитались киловольт в розетке. Напряжения не хватает, так что готовить еду приходится на костре прямо во дворе. Но огонь может разгореться и в самом здании, если жильцы перегрузят сеть. Что бы ни дошло до пожара, в дело вмешался городской дозор. Из-за подачи низкого напряжения в этом доме постоянно происходят перепады электроэнергии. В таких условиях люди не живут здесь, а выживают. С начала года, рассказывает местная, напряжения стало не хватать. Бытовая техника отказывается работать. В итоге жители по несколько дней сидят без света. Стерельная машина отказалась работать. Микроволновая печь просто не работает. Электроплита от низкого вольтажа не греет, просто не фруксирует. Морозильная камера бежит, на оттайку уходит автоматически. Холодильник, тоже самая система, все бежит. Дошло до того, что готовить обед люди приспособились на костре. Для этого во дворе даже оборудовали специальную топку. Жильцы рассказывают, днем напряжение составляет всего 168 вольт, а вечером падает до 110. У коммунальщиков один ответ – разбираемся, ждите. А электрик, не так давно проводивший осмотр, вообще ошарашил. Он нам вообще предложил вплоть до того, что составьте график и готовьте по очередности. Я считаю, как бы, нарушение, опять же, наших прав, как бы, и с вот этим вольтажом, действительно, что вопрос они как таковой не решают. Накануне в доме произошло короткое замыкание. Пожар жильцы сумели предотвратить, но сгорел автомат-предохранитель. Сегодня электрик его заменил, но о причинах сказать ничего не смог. Мы через забор не полезли, а отправились прямиком к управленцам. Коммунальщики пояснили, они не раз предупреждали жителей, не включая чайник и микроволновку одновременно. Мол, перегрузка сети и привела к замыканию, поскольку в дом подается пониженное напряжение – 130-160 вольт. Проведя обследование, мы обнаружили, что кабель СИП, который находится в бесхозе, где-то повреждение нами было написано письмо в администрацию района об оказании помощи по ликвидации этой аварийной ситуации. Как нам сообщили в районы администрации, уже отправлена заявка в муниципальные электросети. Это предприятие сейчас занимается выяснением причин перебоя электроснабжения и в ближайшие сроки примет меры для их устранения. Юрий Шумков, Алексей Богданов, Городской дозор.